У нас зависит на том, что подошли к бошу, на 5 ходов мы невидимые, а собственно, чтобы вы мели представление на том, что у нас за навыки и так далее. У нас маскировка стоит, на фоне высокой дровы быть невидимым, для лука это шикарно. Также у нас стоит кровавая чаша, неопознанный меч, непонятно, что из себя представляет. Собственно, как вы видите, немножко камней. Ну, вот у нас такие вот способности в данный момент. Силы у нас 12. Собственно, видим жижу. Давайте посмотрим, где ее лучше было бы бить. В теории, конечно же, ее лучше всего бить было бы в этом. Посмотрим, сколько тут урона, тут 2.20, тут 2.15. Он, конечно, хаос посильнее будет, но хаос может такую грязь сделать. Поэтому, в принципе, я думаю, давайте начнем бить жижу. Дождемся момента, когда она проснется. Зачем появится остров. Таааа... У нас было fortенка kilogram образом. Таааа... Тааа... 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 Таа... Как вы видите, жижа периодически воспламеняется, из-за этого нам некомфортно с ней драться. Если мы лук, то нам вдвойне некомфортно с ней драться. Вообще жижу в теории можно просто протащить, знаете что сделать, смотрите, сейчас мы сделаем следующее. Учитывая, что у нас присутствует семечка огнецвета, но я сейчас жижу просто сожгем, протянку собачьему. Смотрите, как мы это сделаем. Надо бы в идеале разорвать дистанцию. Видите, у нас получилось разорвать дистанцию. Ну, собственно, как вы видите, жижа горит, а мы просто ходим. Ну, она, как видите, подгорела. Ну и все, и у нас, собственно, сгорело, потому что у нее нет шансов против огня. Огонь, любой тикающий урон, он бы помог. То есть тот же яд, например, на себя поставил яд, яд бы тоже помог. Но в наш случае был именно огонь. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Субтитры сделал DimaTorzok